еще раз здравствуйте друзья и я с вами на блошином рынке на тишинке будем смотреть богатство и роскошество ой какой кувшин тарелки огромные какая прелесть русский фарфур завод гарднера а вот это кстати был русский фарфур девятнадцатого века из мясов вот эти огромные тарелки маленькие бутики, медальоны, шкатулки пепельницы даже а скажите сколько розетки такие стоят? в комплекте три тысячи а в комплекте три штуки три штуки по тысяче три штуки по тысяче и они называют ар и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Давайте с вами полюбуемся этими чудесными балеринами и дамами. Кружевной фарфор Европа. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ключевная фарфор intent у какого-то производителя, а вот это вот уже мастерафейцы делали. 14 тысяч это кроет. Здравствуйте, а сколько такая? Это 12. А вот такая? 25. Да, очень красиво, конечно. Друзья, вы только обратите внимание на роскошное стекло, представленное здесь. И грудуирование мы видим, и лолик, и бокалы такие матовые, с матовым стеклом, и с тончайшей лепкой. Ну, в общем, на всякий вкус, и зеленый, и желтый, любые. Ой, вообще красота! Ну, я, друзья, ищу, кстати, Ирину. Хочу посмотреть, что же у нее новенького, что она нам приготовила интересного. И, кстати, спросите, она какой-то проект задевает с Иваном Рыбниковым. Хочу посмотреть, что это за проект. Ну, вот сейчас найду, мне кажется, ее. Что это такое, знаете? А это вот это вот из Рижского музея? Бобец. Это Лин, Лининое, да. Из Рижского музея. Какое-то. Это типа масленки, да? Типа масленки. Типа масленки. Кто был, друзья? Да, большие. А теперь все. Я тоже отдыхала там. И там работу, помню. Все отдыхали, да. Хорошие ребята такие. Да, да. И здесь есть... И сколько такая прелесть? Номер. Ну они какие-то не очень... С номером. Да, там длиния, видите, 15, что-то там. Ну да. Есть небольшие утраты, но тем не менее... Нет, тем не менее очень хорошие. Они какие-то не очень дорогие. Тоже вот в сохранении. Видела того, как чайник у вас. Понятно. Ну да, я хранить не буду. Какой же может быть подходить? У тебя здесь Ирочка дорогая. Вы, как всегда, просто поражаете тоже своей красотой. Вот вторая женщина, которая меня просто покорила. Спасибо большое. Здесь на рынке. Ваша соседка и вы. Ну вы просто ослепительны. Спасибо. Боже мой. Это чеканка делает у меня мастер-художник, который занимается только чеканками, соответственно, из меди или из латуни, или из серебра, с эмалями. В данном случае это Джеконда, как вы видите. Да, я хочу сейчас... А это серьги из дерева. Латуни из дерева, да. Слушайте. Всего лишь. Нет, ну хорошо. Да, хорошо подходит. Просто очень. И формы придумал кто-то такой. Ой, я не знаю. Да, мне нравится. А вот это вам шили или это можно купить? Нет, это я все покупаю готовое. Можно купить. И покупаю все, что на меня, как сказать, подходит по моему росту и весу. Очень большая редкость, чтобы, знаете, вот, как сказать, забегаю в любой магазин, и все, что подошло, сразу хватаю и бегаю. Потому что когда ты полненький немножко, сложно подобрать одежду. Да ладно, какая вы полненькая, вы идеальны. Дело в том, что я просто стараюсь так одеваться, чтобы были линии, чтобы разные цвета отвлекать внимание от веса. А я сейчас увлеклась винтажной одеждой. Ой, это прекрасно. У меня тоже есть несколько вариантов, но еще не составила комплект. А сегодня моя экспозиция. Как всегда, у меня и коллекция серебра с минералами, новая сибаяма, вот на мамонте. Ох, какие серьги. Да, серьги с мамонтом, с рыбами, а тут вот рыбки, вот, аптечки. Вот такие вот, как будто здесь у нас, так вот, асимметрия. Земля и небо, да. Так, помимо всего, у меня в этот раз это друза берила уральского в серебре. Смотрите, как стильно смотрится. Очень. Очень красиво. А сколько такая, друзья? Такая, ну, около 30. Но вот есть подешевле, когда в породе, тоже в серебре, тоже изумрудик кристалл. Можно приобъединить с таким кольцом. Вот, мы его расположили поперек. Смотрите, как стильно будет. Ваша, кстати, с эти, кольца не сняла. Очень красиво, да. Ой, какие у вас кольца тоже. Вот такая интересная штучка. Тут тоже друзская изумрудика. Смотрите, это к Пасхе уже такие смешные яички сделают. Нет, это бусины. Бусины сибаяма. Бусины называются от зимы. Художник Сергей Полунин полностью сделал ручную разную. И инфрустировал это все раками, перламутрами, гоули. Смотрите, какие славные жуки-пауки получились. Мы из них сделаем. Помните, в прошлый раз показывала, что мы из них делаем чокеры. Вот два осталось. На серьги. Вот такие штучки. Такие дела. Вот мой художник, который делает чеканку, в данном случае сделал вот такую с оленем и с хризаколой. То есть получается вот такой интересный образ цвет. Даже вот сюда, смотрите, как сцена. Да, это одна гамма. Такой стоит 4,5. Ну это вот нормально очень важно. Да, у меня нормально все. Шкатулки, старенькие, очень красиво. Это бикинский лак, примерно 60-е годы, в хорошем состоянии. Тут лотос, пейзажи, фигуративная. Насколько я помню, он говорит и дарит благополучие владельцу. Японские пары. В принципе, есть что еще выбрать. Все совершенно различные. Все можно, да. И чайные пары. Да, чайные пары японские с очень красивыми девочками, гейшими. И тончайшими. И тончайшими. И тончайшими. Да, последняя пара осталась гейшими. И красивыми девочками, да. Вот. У меня также итальянские есть. Каппадимонто последняя тоже пара осталась с пути. Смотри, какая прелесть. Очень красивая. Все недорого. Можно все прийти. И украшения. И куклы, и сервизы. Ой, а вот это что такое? Это сервизский, китайский. Пример 60-е годы. Сначала нанесено все полностью. Как сказать, на самой... На фаяльце, да, на вот сутки, на керамике. А потом уже расписано все полностью, все цветы вручную. Красивые, достаточно редкие. Редкие, да. Ну, просто прелесть. Да, это все. Женщина моим очень нравится еще ваши серьги. Спасибо. Давайте серьги смеем. Пусть не серьги, а кольца. Кольца, да, слабые тут. Давайте я вам покажу, как что смотрится. Смотрите, новенькое. С кораллом. С кианитом. Кианиты с бриллиантиками, с апсервчиками. Например. Красивое с жемчугом, с апальчиком. Смотрите, какой-то красивый бегает тут. Да кто ищет жениха себе, пожалуйста. У меня три варианта. О, волосатика. Да, все для женихов. Кто любит маленькие, пожалуйста. Вот маленькая. Здесь все маленькая. В серебре тоже такое. Так что вот, пожалуйста. Шикарный уворовит. Сейчас покажу вам, смотрите, уворовит и уворовитовое колье. С бирюзой. Из новенькой коллекции у меня. Вот, с бирюзой воробит. Уральский. Вот такое кольцо. Эффектное. Эффектное, да. Такая щетка эффектная, красивая. Все, работа тонкая. У тебя в серебре. Поэтому такая красота. Называется. Кто любит, что такое стильное, есть брошь Малевич. Смотрите, какая обрелись. Ой, да. Полностью мозаика камней в серебре сделана вот таким образом. Легко. Стильное, мне кажется, очень. Очень стильное. Да. Вот. Такие вот дела. Сейчас пойду стык. Здесь хороший шкафчик. В верхней части вы можете все свои расположить кольца, брошки, сережки, колеса. Е, сатуары. Все войдет. И зеркальце. Вы будете так приятно примерять все прямо с зеркальцем. А внизу у меня даже актриса есть одна, которая расположила все таблетки. Всякие там свои шкатулочки маленькие. И все вот вниз. Большое такое достаточно здесь. Да, 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 да. Есть яичка. Нет. Тут в основном у меня электронские сервизы. Да, и там чайшие. Опять же, вот с девочкой излишей. Тридцатые будут излишей, вот с расписной вверху и внизу. Вот они на прогулке, они такие с позолотами все. А вот это что? Какая артина такая интересная? Это наш дизайнер, который вот там есть делает брошь. Он выполнит любой ваш или портрет, или, например, фотографию. А вокруг любил ваши любимые цветы. Какая-то интересная. Это чеканка и лоспис. Смотрите, это все лотосы. Видите, лотосы, коробочки лотосов. Прекрасная китайка. Тут можете быть вы. Можно с полочка сделать, а можно просто как рама такая. Красивая. Чайница, я обалденно, мужу приучилась за три года полностью чайницей. Очень удобная. Вот сервиз, например, фиолетовый на двоих, тет-а-тет, за 8 тысяч рублей всего можно купить у меня такой. Вот это саксума, примерно период мэйдзи 1870. Это замечательный парфор. Да, как вот у Японии прекрасный парфор. Замечательный парфор. Да, ну в общем, вот такая дыша есть, да. У них вот девочки, вот прямо смотрите. Удивительная тут она девушка. А это ваши, как всегда, у Аны, тут украшения. А сделано как будто как у Девонта, да? Да. Вот прям делает? Да, да. На одет. Агаты и яшка такая. Да. Мои-то подружки все жабы. Чтобы жаба принесла. Да, новый академ с жадаитом, с граненами. О, это здесь даже как будто в уголе, как две головы, здесь как будто общее тело такое вырезанное. А, ну не змеи, с ушами змеи. А, ну да, это же уши. Маленькая шкатулочка, вот, фарфоровая. Такая красавица. Я думаю, да, что она вот китайская, но расписная, вся красивая. Опять тысяч рублей она всегда с таким гибной птицей. А, там еще продолжение этих курочек, видите? Из полей уносится печаль. Из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль. Полная надежда. Ну, они еще до 1925 года были. А, то есть совсем старые. Да, это старые. Это чайные коробочки. Да? Не ларцы? Раньше чайные коробочки. Ну, чайные шкатулки. И сколько стоят они? Ну, вот эти по 15 тысяч. Это 30, это 30. Ну, естественно, что это 30. Да, больше в два раза. Ну, там просто еще клейма стоят. Мальцов. Здесь Перлов. А на каком мальцов? Вот на этом? Да, здесь мальцов с Орлом. Орел, это, значит, поставщик двора. У него высокого двора. И вот этот тоже с Орлом Перлов. Ну, уже лет тоже такая чайница. Да, чайница. Надо же, какая. Серьезная. Василий Первый в Сыновья. Ух ты, ух ты. Существует с 1787 года. С 18 века. А вот эта вот красота. А это... Для чего она? Вот эта, да? Это Франция времен Наполеона III, это где-то там 60-е, 1860-е. А для чего она вот? Ну, это шкатулка. Просто какие-то такие красивые вещи хранит. То, что она прозрачная. Да, да. Какой-нибудь цветок брошит драгоценный. Да, может быть, камушки какие-нибудь красивые. Разные цветы. У вас прям такие красивые вещи. А этот самовар, неужели работают? Да? Такой маленький и работает? Да. Полтора-два литра. Да, совсем маленький. Полтора литра. А сколько такая прелесть стоит? Ну, это потому, что он старый. Да, он дореволюционный. Очень, прям очень. Ой, прилично. А эти чашечки чьи у вас? Кузнецовский молоко. У всех? Ну, вот маленькая. Голубая чья? Вот это Кузнецов. Вот это Корнилова. Братья Корнилова. Корнилова. Оставь Кузнецов, вот это еще как. Да. И это Кузнецов у нас. С гардинентами так красиво. И белый. Но этот-то уже, наверное, точно нет. Это Малевич. Малевич. 23-й год. Да, ценность. А вот это вы сказали, чье такое? Гарднер. Гарднер. Она огромная. А вот сейчас они печать-то тоже восстановили опять. Ну, да. Ой, боже мой, какая у вас красота и ценность. Ой, я вам желаю удачи. А вот это вот женщина лежит, отдыхает. Это что у нас? Масленка какая-то? Это масленка, да. Это ранний Конаково, Зик Конаково. Да, Зик. 20-е годы. Ну, это еще от Кузнецов, мне кажется. Ну, это еще по эскизам Далько сделано. Далько? Да, это как там. Спящая в снопах называется. О, спящая в снопах. Ой, я вам желаю удачи. У вас все такое красивое, что вы... А вы будете в следующий раз где? В Доне на этом, да? Нет, в Доне я не участвую. Я буду на Доне, вот там. Мусвинтаж. Мусвинтаж. А потом в Мае еще. Так, а вы кто? Старина. Да. Здесь я тоже стояла. Или у вас такая есть? Нет, у меня нет. Старина. А у вас-то лицо можно снять? Или не надо? Я жую просто как-то не очень много. Ну вот, чтобы знать. То, что... Ой, ну мне ваш самовар вообще. Спасибо. Спасибо. Это 19-й век, да? Да, это была в 830-е. О, это целый сервис, да? Сервис, да, разделяем. А вот эти... Это чайная роспись, ручная, по-моему. Ручная роспись. Да, это все вручная роспись. Да, и сколько такая? Ну, без смысла, я хочу. Ладно. И вот ниже тоже Франция у вас, да? Нет, вы знаете, остальное английский. А, английский. 95% английского. Да, это редкость. Хорошо. А 1500-е это у вас все тарелки, да? Ну, все вот эти здесь с волосинками. А там целые такие, там, 15-17. Вот я удивилась так дальше. Тут волосы и трещинки. Вот здесь вечно. Я вижу, вижу, да. Ну, это же ручная роспись. Да, все ручная роспись. И самое начальное, 16-й век, 1850-й, 15-й год. А эти почему тысячи? Там были заметные трещинки тоже. А вот эти за сколько у вас делаете? Получается. 18-й суток. За ту собаку, да? А это кофейная. Да, и у меня это кофейная. А вот чайная рядом. Да, вот чайная кофейная. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мы с благодарны им за это. А я с вами прощаюсь. До новой встречи. Всем мира и добра! Продолжение следует... Продолжение следует...